МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Левый берег садится могут благоустроить. Как изменится общественное пространство, решат горожане. Остров сокровищ в мордовских лесах, тайны саровских кладов раскрыл горожанам Валентин Степашкин. 12 медалей. Борцы спортивной школы КАР привезли награды с двух областных соревнований по самбо. Далее расскажем по всему подробно. Саров представит на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» проект благоустройства набережной левого берега реки Садис. Именно эта территория победила по итогам рейтингового голосования. Сейчас в администрации города ждут от саровчан предложений, что конкретно им хотелось бы там видеть. Подробности далее. 40% голосов саровчане отдали благоустройству левого берега реки Садис, а значит, эта территория сможет преобразиться за счет федерального бюджета. Проект благоустройства представят на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Решать, что появится на левом берегу Садиса, будут опять же сами саровчане. До 20 марта в Департаменте архитектуры и градостроительства от них ждут идеи и предложений. А 14 марта в Молодежном центре пройдет проектная игра, в рамках которой команды горожан смогут защитить свои концепции благоустройства. Каждой команде будет раздаваться под основу. Это генплан территории. Также будут у каждой команды различные пиктограммы и маркеры. Каждая команда выбирает функциональное зонирование, которое они считают нужным, что должно располагаться на этой территории. И, как следствие, они защищают свою концепцию. Проектная игра начнется в 17.30. Принять в ней участие могут все желающие. Также свои предложения вы можете оставить по телефону 99061 или отправить на электронную почту, которую вы видите на экране. Напомним, на первом этапе благоустройства левого берега Сатиса там появилась мощеная зона для прогулок, скамеечки и освещение. Во втором этапе благоустройства территории можно включить прокладку второстепенных маршрутов. Это в лесу можно прогуляться. Какие-то дополнительные мощения появятся. Также актуально будет расположение на набережной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбольной площадки. Также актуальны будут смотровые площадки на противоположный берег. Предложения по функциональному зонированию левого берега Сатиса в Департаменте градостроительства и архитектуры принимают до 20 марта. На их основе разработают конкурсную заявку, которая также пройдет общественное обсуждение, после чего ее направят непосредственно на конкурс. В случае победы проект благоустройства левого берега Сатиса реализуют в 2024 году. Напомним, Саров дважды становился победителем конкурса «Малые города и исторические поселения», благодаря чему реконструировали парк имени Зернова и детский парк на улице Сосина. Благоустройство дворовых территорий, освещение, создание новых пространств. 20 инициатив выдвинули горожане в этом году на конкурс инициативного бюджетирования вам решать. Какие проекты получат финансирование и будут реализованы, решат горожане. Народное голосование уже началось. О том, какой проект на конкурс заявила спортивная школа Икар, расскажем далее. Чинить бесполезно. Фигуры небольшой скейт-площадки на Икаре окончательно приходят в негодность. Пространство для любителей экстремальных видов спорта появилось в нашем городе в 2015 году. За 8 лет площадка сильно износилась. Периодические ремонтные работы дают только временный эффект. Как минимум хотя бы поставить перилы сюда, поменять вообще все. То есть здесь переделали фанбокс, он теперь непригоден. Там при въезде огромный стык, который подбивает уже фигуры некатабельные. Тот квотер, он сделан. Туда поставили фанеру скользкую. И вообще, то есть обычная фанера не для катания. То есть тоже фигур не годится никуда. Все нужно переделать, по сути. Гринбокс стоит на двух бревнах, которые мы сами сюда притащили. Трюки на велосипеде смотрятся эффектно. Этот захватывающий, но травмоопасный вид спорта очень популярен среди саровской молодежи. Сложные элементы важно отрабатывать на качественном оборудовании. Новые формы снизят риск травм и неудачных падений. В теплое время года площадка собирает много спортсменов. Катаются в день, ну допустим, взять какое-нибудь лето, приезжают сюда, ну человек, я не знаю, 30 минимум точно. Так, в сумме за день, типа, они меняются. Там приезжает один, уезжает, ну потом он уезжает, приезжает еще один. Так человек 30 дней меняется. Так в целом, ну еще больше. С проектом замены фигур на скейт-площадке спортивная школа Икар заявилась на конкурс инициативного бюджетирования «Вам решать». Теперь только горожанам предстоит сделать выбор, какое саровское пространство благоустроят в этом году. Уважаемые граждане, просим вас проголосовать за ремонт скейт-парка, поскольку тут катаются ваши дети, внуки. И продолжат делать это на протяжении многих лет. Скейт-парк в данный момент находится в непригодном для этого состоянии. Важен каждый ваш голос, поэтому просим вас проголосовать на сайте «Голос за». 11 марта в интерактивном классе второй поликлиники пройдет школа здоровья по теме «Здоровые почки. Всем и всегда». В ходе мероприятия медики расскажут о роли почек, в общем состоянии здоровья, о заболеваниях почек, факторах риска их развития, диагностике и профилактике. Слушатели также смогут получить ответы на свои вопросы. Встреча пройдет с 10 до 11 часов. Вход свободный, обязательно надеть маску. Для лиц старше 16 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Концессию по комплексу сортировки ТКО заключили в Арзамасе. Объект сможет обслуживать южные районы Нижегородской области. Первую очередь объекта планируется построить до конца 2024 года. В его состав войдут мусоросортировочный комплекс, цех по обработке крупногабаритных отходов, полигон для захоронения отходов. Объект будет способен принимать на обработку не менее 160 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Маяковка и Департамент культуры и искусства Сарова объявляют городской литературный конкурс «Вдохновение». К участию приглашают горожан от 14 лет и старше. Прозаические стихотворные произведения принимают по трем номинациям. И пробуждается поэзия во мне, очарованные словом, сладость для души ребенка. Что такое деструктивные объединения, какие сегодня есть в России, которые из них смогли проникнуть на территорию закрытого города? Эти вопросы обсудили педагоги с московскими экспертами, сотрудниками лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Гости также оставили рекомендации, как уберечь молодежь от участия в опасных движениях. «Колумбайн» – террористическое движение, которое пришло в нашу страну и Соединенных Штатов и в последнее время активно развивается в интернете через различные группы и паблики. Последователи движения одержимы идеей уничтожить как можно больше людей через теракты в школах, детских садах и других учебных заведениях. «Колумбайнера» выявили и в Сарове. К счастью, только одного. Как уберечь детей от участия в деструктивных группах? Какие есть сегодня опасные объединения? Педагогам и руководителям молодежных объединений рассказали Роман Силантьев и Ольга Стрекалова. Сотрудники лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. На данный момент у нас украинское движение МКО «Маньяки культ убить», террористическое движение, недавно запрещенное, террористическая субкультура «Колумбайн», которая школьными расстрелами занимается, движение живых нелюдей и некрокоммунистов, которые считают, что Советский Союз жив и готовы убить всех, кто с этим не согласен. Ну и, к сожалению, остаются на повестке дня тема суицидальных игр. Если подросток угрожает убийством себя или окружающих, ведет себя агрессивно, проявляет интерес к жестокостям или насилию, надо бить тревогу. Стоит насторожиться, если у вашего ребенка постоянно подавленное и депрессивное состояние, если он не может ни на чем сосредоточиться, плохо учится и отказывается ходить в школу. Опасным признаком может быть и то, что у подростка нет друзей, или он резко изменил круг своего общения. В этих случаях надо сразу обращаться за помощью к специалистам. Важно держать руку на пульсе и понимать, в каком поле сегодня находится молодежное движение и те объединения, которые периодически возникают, угасают, развиваются, для того, чтобы понимать, как с этим работать, для того, чтобы понимать, какую позицию занимает наставник, педагог в этом общественном объединении. В то время, пока взрослые находились в одной аудитории, молодые люди собрались в актовом зале на концерте Ивана Кондакова, автора-исполнителя, создателя телеграм-канала «Арбалет». Музыкант исполнил композиции на актуальные и животрепещущие темы, поговорил с молодежью о событиях, которые происходят в стране, поделился своими размышлениями. На творческой встрече было место и шуточным, и серьезным песням. Мы на своей земле расчехляем плеть, вычищаем плесень и жжем до толпа. После концерта саровчане могли сфотографироваться с артистом и взять автограф. Монеты конца 14-го, начала 15-го века найдены на большой почтовой дороге, а также драгоценные оклады с икон и предметы древнего происхождения, спрятанные в подземельях. О тайнах саровских кладов горожанам рассказал историк Валентин Степашкин. Какие сокровища хранила саровская земля, расскажем далее. Миллионная находка. В конце 1920-х годов в саровских подземельях беспризорники из трудовой коммуны нашли клад, закопанные монахами ценности. Из земли извлекли золотые монеты царской чеканки, драгоценные оклады с икон, а также предметы древнего происхождения. Сокровища оценили в несколько миллионов рублей. Надиный клад запустил настоящую золотую лихорадку в закрытом городе. О тайнах саровских сокровищ горожанам рассказал историк Валентин Степашкин. Я читал документы партийной организации, где рассматривался вопрос под пунктом номер 22. Это было 26 июля 1929 года. Сейчас же принять необходимые меры к недопущению порчи стен, полов и других частей зданий в поисках кладов. Здесь мы видим, что это была довольно-таки большая проблема, с которой, я думаю, в те времена, а времена были довольно-таки строгие, справились довольно-таки, наверное, успешно. Рассказал собравшимся Валентин Александрович и про более давние находки. Так, с давних времен через Балыково и улицу Садовую шла большая почтовая дорога. По ней часто проходили купеческие караваны, паломники, а также орудовали разбойники. Вдоль дороги в лесу современные краеведы с помощью металлоискателей обнаружили мешочек монет. Здесь эти денежки как бы представлены. Эту находку предоставили археологам, настоящим Николай Николаевич Грибов, наш ведущий специалист по Усарову. Он оценивает эти российские монеты концом 14-го, началом 15-го века. И, к сожалению, вот то, что этот клад был найден частными людьми, естественно, сейчас вот как бы найти где-то, например, в музее, вот эти монеты невозможно. В конце доклада гости мероприятия смогли задать Валентину Александровичу все интересующие вопросы. Встреча прошла в рамках социального проекта технопарка. В нашем городе появилось новое арт-пространство в Книжном на Музруково-22. Сюда каждые выходные приглашают интересных спикеров. На встречи могут приходить все желающие. У нас каждую субботу проходят и будут проходить встречи с интересными людьми. Сегодня мы провели встречу по кладам города Сарова. Я думаю, что она будет отожжена как-то в ваших сюжетах в дальнейшем. Вызвало очень неподдельный интерес у людей. Актуальную информацию о темах встреч и спикерах можно узнать на странице в соцсети ВКонтакте Книжный на Музруково-22. Две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей привезли с областных соревнований борцы спортивной школы ИКАР. Состязания по самбо проходили в Городце и в Нижнем Новгороде. О том, как готовились юные спортсмены и какие вершины планируют покорять далее, расскажем в следующем репортаже. Алексей Гагеев – один из лучших спортсменов школы ИКАР. Рекордное число его подтягиваний – 40 раз. Вальчик занимается самбо чуть больше года. За это время этот вид спорта сильно затянул борца. На последних двух турнирах в Городце и в Нижнем Новгороде Алексей взял золото и бронзу в весовой категории 50 килограмм. Своими успехами спортсмен доволен. Фортильники были довольно сложные, особенно в Нижнем. Но в Городце было, конечно, немного полегче, но там тоже было, собственно, сложно. И я думаю, что я отлично постарался для этого раза. Илья Ноктев тоже делает свои первые успехи в самбо. У спортсмена на счету золото на первенстве города и бронза на турнире в Городце. Илья в первый раз выехал на соревнования за пределы города. В Городце и юного борца больше всего впечатлили масштабы турнира и количество приезжих спортсменов. Боролись по две схватки. Времени провели там примерно часов шесть. Когда боролись, нужно было забороть первого, там бы дали второе место. Если первую схватку проиграть, то тогда бы вторую победить, тогда бы дали третье место. Я первую схватку проиграл, а вторую выиграл. Занятия по самбо воспитанники Максима Тарасова и Валерия Трубина возобновили год назад. И турниры в Городце и в Нижнем Новгороде – это первые выездные соревнования борцов за последние несколько лет. И результаты уже не заставили себя ждать. Самбисты привезли два золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей. Больше было работы в курточках, в партере, в стойке. Чисто самбийские тренировки. В нашей классической схеме и очень многое, что нам преподавал Виталий Карлович, мы привносим в тренировки. Многое, что сами мы узнали. Все-таки мы поездили по стране, по миру. Видели разные методики, разные тренировки разных тренеров. Здесь занимаемся разные броски, много соревнований. А есть какие-то же результаты? Да. Первое место в городской, второе место в городе Городец. Второе место тоже за город и третье место за город есть. 9-10 марта самбисты поедут на первенство области в город Кстова. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.